Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Владимир Жук подал документы на участие в праймере с Единой России. Всегда есть возможность улучшить результат и над этим надо постоянно работать. Чем я и собираюсь заниматься. Встреча по строительству дороги Солнцево-Бутово-Видное. Мне понравилось, что активисты именно переживают за свой микрорайон и это очень важно. В муниципалитете отметили день самоуправления. Приходится сидеть допоздна на работе, приходится постоянно в сапогах резиновых и керзовых лазить по строительным площадкам. Владимир Жук подал документы на участие в предварительном голосовании Единой России. Действующий депутат Московской областной думы снова собирается участвовать в отборе кандидатов на выборы в Мособлдуму. Пять лет назад Владимир Жук уже принимал участие в предварительном голосовании. Желание сделать жизнь в Подмосковье качественнее и завершить начатые проекты – главная мотивация депутата. Не зря ведь наш регион Подмосковья входит в тройку по благополучию жизни среди всех субъектов страны. Мы, конечно, третье место – это хорошо, но всегда есть возможность улучшить результат и над этим надо постоянно работать. Чем я и собираюсь заниматься. Предварительное голосование Единой России состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Все желающие принять участие в избирательном процессе могут это сделать на портале Госуслуг или непосредственно на счетных участках 30 мая. Многие замечания по строительству скоростной трассы Солнцево-Бутово-Видное удалось учесть. Об этом представителям общественности сообщил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, который накануне провел рабочую встречу. На ней выступил и представитель концессионера строящейся дороги. Какие изменения были внесены в проект, расскажет Юлия Поготьян. Дабы развеять слухи вокруг проекта скоростной дороги Солнцево-Бутово-Видное, который сейчас активно ходит в сети интернет, глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов собрал жителей той части города, где будет проходить трасса и пояснил действительное положение дел на сегодняшний день. Первое и, пожалуй, основное достижение многомесячных обсуждений на отрезке шестого микрорайона – уменьшение полос дороги с шести до четырех. Мне понравилось, что активисты именно переживают за свой микрорайон, это очень важно. Они дали целый ряд предложений, например, немножко сдвинуть съезд на дорогу, чтобы меньшее количество деревьев вырубать, сделать дополнительный переход, проработать еще дополнительные парковочные места. И все эти предложения, они на самом деле очень конструктивные. По инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа у предполагаемой новой эстакады в районе Купеленки планируется создание парковой зоны. Традиция встречаться с коллективом, особенно с блогерами, на сегодняшний день возвращается. Сегодня Дмитрий Александрович Абаренов собрал коллектив вместе с Советом депутатов, неравнодушных жителей. Сегодня мы услышали хорошие новости. Там есть действительно, что рассказать теперь людям. Дорога действительно имеет сокращенный вид, четыре полосы. Это однозначное благоустройство Купеленки мы оставляем и продолжаем. Глава нас в этой идее поддержал. Мы будем делать там парк, будем в ближайшее время это анонсировать. Ну и, конечно, знаковый момент – это развязка, выезд и въезд на М4. В две полосы туда и в две обратные. Очень важная история, которая разгрузит вот эти все транспортные потоки. Это такая будет новая транспортная артерия для нашего города. Активисты подняли вопрос скоростного режима на трассе в зоне прохождения через шестой микрорайон. Концессионер настаивал на обычных для этой скоростной дороги 110 километров в час. Жители добились ограничения в 60 километров. Можно попросить сохранить этот режим, в том числе на эстакаду. Потому что она будет достаточно высоко. И если на эстакаде… На эстакаду можем сохранить режим? Деревня за деревней нужно оставить 60, причем с установкой в обязательном порядке радар. Потому что мы знаем, как у нас. Если стоит на платной дороге, 60 поставили, его никто не видит, да? Понятно. Для деревни будет. Да, там эстакад еще на деревни пойдет. Да, шум будет для деревни. И вот эти шумозащитные экраны вот прям ездят. Есть что-то проблемное, ограничивающее, запрещающее это сделать? Или это только наше решение и проблемы нет? В первую очередь, где-то решение консессионера? Консессионер. Есть проблема? Я думаю, нет с этой проблемой. Спасибо. Консессионер развеял и еще один слух. Якобы проект дороги полностью утвержден, и строительство трассы вот-вот начнется. Не раньше, чем сентябрь-октябрь месяц мы выйдем в экспертизу. То есть сейчас нет проекта по всей дороге. Мы сейчас занимаемся основными проектными решениями. Только сейчас закончились изыскания. Соответственно, чтобы не было инсинуаций, что мы сейчас строим, что проекты утвердили. Нет такого. Сейчас идет проектирование. А пока администрация Ленинского городского округа будет продолжать встречи с активистами, чтобы прийти к решению, которое будет устраивать и консессионера, и местных жителей. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов отметил, к строительству скоростной дороги планируется приступить не раньше 2022 года. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Филина Кошелева. Видно этого. Места для инвалидов на парковках у социально значимых объектов, как правило, всегда расположены ближе всего ко входу. Однако часто их занимают водители, не имеющие инвалидности. Именно эти нарушения были зафиксированы в ходе проведенного рейда. Ежегодно в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Министерством социального развития Московской области совместно с госавтоинспекцией проводятся рейды по парковкам для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого месячника осуществляется требование законодательства о социальной защите инвалидов. Именно такой мониторинг наличия и использования парковочных мест для инвалидов вблизи социально значимых объектов. Это, например, администрация, МФЦ, торговые центры, аптеки. У социально значимых объектов должно быть до 10% от общего количества, но минимум одно парковочное место для инвалидов. Одним из объектов проверки стала территория около детской поликлиники города Видное. Здесь таких мест несколько, и все они оказались заняты. «Знак перед вами». «Я понимаю, ну что так, бывает, всякие, бывает». «Бывает, ну бывает, на это нарушение, только смотрят, знаете, что делать. Борисское состояние». В ходе рейда были составлены протоколы сразу на нескольких нарушителей. Они заняли места в зоне действия знака «Парковка для инвалидов», не имея на то правовых оснований. «Санкции у нас предусмотрены кодексом административных правонарушений. Значит, это статья 12.19, часть 2. Опять же, повторюсь, кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, который влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, а также задержание транспортного средства». Ещё нескольких водителей проверили по базе, и оказалось, что они имеют право занимать данные места для стоянки. Подобные рейды на территории муниципалитета будут продолжаться. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. День местного самоуправления отметили в муниципалитете. Он утверждён указом президента Российской Федерации в 2012 году. В районном историко-культурном центре собрались те, кто посвятил свою жизнь работе на благо людей. На торжественные мероприятия побывала и наша съёмочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Люди, собравшиеся в этом зале, по сути, те, кто не с помощью издания, приказов и предписаний, а лично, непосредственно помогают жителям муниципалитета решать их проблемы. А их всегда хватает. Выступая перед собравшимися, глава округа Дмитрий Абарёнов грустно пошутил, что это единственный день в году, когда он будет не ругать подчинённых, а хвалить. Хочу спасибо вам сказать огромное за вашу работу. Только, наверное, мы с вами знаем, насколько это нелегкий труд, и насколько тяжело даются и морально, и нервно, насколько дается тяжело этот труд. Каждый год в Ленинском городском округе отмечают День местного самоуправления. Сегодня 18 человек получили награды за долгий добросовестный труд. Но, как признаются многие, главная награда – это благодарность людей. Приходится сидеть допоздна на работе, приходится постоянно в сапогах резиновых и керзовых лазить по строительным площадкам, но при всём при том, видя итог своей работы, это доставляет максимальное удовольствие и удовлетворение от них. По сути, эти люди каждый день работают над тем, чтобы наводить порядок в родном доме. Об этом в своей речи сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко. Мы по долгой службы своей общаемся с жителями. Мы сами жители, жители не делаются в нашей территории. И, соответственно, раз мы здесь живём, значит, надо делать всё хорошо. Надо стараться максимально приложить усилия для того, чтобы мы все чувствовали здесь, на нашей территории, комфорт. Выбор даты праздника приурочен к историческому факту 1785 года. В этот день императрицей Екатериной II была учреждена жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. И только в едином коллективе, вот в рамках нашего Ленинского городского округа мы сможем осуществить то, что запланировали. А планы действительно очень интересные. И все, конечно, безусловно, направлены на увеличение, на улучшение благосостояния наших с вами граждан. Праздник пройдёт, а заботы останутся. Но трудности их не страшат. Ведь известно, что чем больше сможешь сделать для людей, тем большим смыслом наполняется и твоя жизнь. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Расторгуевской библиотеке новая экспозиция. Её автор – молодой скульптор, лауреат российских и международных конкурсов и наш земляк Григорий Антипов. На открытии побывала наша съёмочная группа. Бронза, мрамор, гипс, глина, терракот, переработанный пластик. С какими только материалами не работает наш земляк, скульптор Григорий Антипов. Свою вторую персональную выставку, открывшуюся в Расторгуевской библиотеке, он назвал «Путь творчества, начиная с малого, стремимся к великим». На выставке скульптор представил работы разных лет, по которым можно проследить, как менялись умения, взгляды и вкусы автора. В основном я использую, беру за образец, за основу работы итальянских, французских скульпторов, начиная с 17 века, барочный период, и заканчивая уже таким хорошим классицизмом, уже серединой, началом середины 19 века. Свою первую скульптуру из бронзы Григорий создал 12 лет. Сейчас 21 год, он участник и победитель множества конкурсов, автор более ста скульптур, многие из которых находятся в частных коллекциях. Мы следили за его творческим путем, даже делала я презентацию о нем и о его творческом пути, когда мы сидели на самоизоляции, размещала ее в интернете. Ну и вот разговорились, и возникла вот эта идея, сделать его персональную творческую выставку уже в стенах нашей библиотеки. Портрет выполнен из греческого мрамора, и в течение двух лет у меня получилась идея такая, вывести портрет одного из своих самых любимых скульпторов, итальянского Лоренцо Бернини, вынести его из камня, из этой глыбы. Сейчас Григорий учится на пятом курсе в Российской академии живописи в вояне из отчества Ильи Глазунова. Планы на будущее у скульптора в прямом смысле слова монументальные. Мне бы очень хотелось создать что-то вроде, может быть, либо паркового комплекса, состоящего из небольшого ансамбля, из нескольких скульптур. Было бы просто потрясающе, если бы мне позволили сделать, к примеру, скульптуру для, допустим, для видного. Сейчас в экспозиции более 10 авторских скульптур, оценить которые можно до конца мая в здании Расторгуевской библиотеки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юбилейный фестиваль-конкурс «Эдельвейс» прошел во Дворце культуры города Видное. 35 участников, сольные исполнители и коллективы сражались в музыкальной битве за одобрение жюри. Подробнее в нашем сюжете. Ежегодный фестиваль «Эдельвейс» – это настоящий праздник для певцов Ленинского городского округа. Но сегодня поводов для радости немного больше. Ведь именно в этом году конкурсу исполняется 20 лет. Все начинается с идеи. Так в 2002 году Дом культуры «Буревестник» предложил создать в муниципалитете конкурс эстрадной песни. С тех пор фестиваль проходит ежегодно и каждый раз открывает зрителю новые таланты. Нам очень радостно за то, что в нашем городском округе столько много юных и в последующем молодых талантов. В этом году во второй тур конкурса прошли 35 участников. Это и сольные исполнители, и целые коллективы. Но финал еще не гарантирует победу. Певцам предстояло впечатлить жюри конкурса. Профессиональных певцов и вокальных экспертов – Семена Лиманова, Валерию Лисовскую и Людмилу Львову. Ну, конечно, немножко нервничаю, но я думаю, с этим справлюсь. Участников разбили на семь возрастных категорий. Одни из самых ярких номеров принадлежали шестой – вокальным коллективам до 14 лет. В этой номинации выступили два ансамбля из развилки. Девочки из Бон-Пари немало тренировались, чтобы на конкурсе показать себя достойно. И старания окупились. Коллектив занял второе место. Во-первых, было очень много эмоций. Мы, конечно же, волновались, но когда мы выступили, мы даже увидели, что жюри очень понравилось. На этом призы коллективов развилки не закончились. Второй ансамбль «Пой на бис» обошел коллег по цеху. Девочки заняли первое место. И полностью оправдали название. Вернуть их на сцену захотелось и зрителям, и жюри. Что за громко, в чем-то громко, ни туда, ни сюда. Может быть, авария случилась, а тут же стройте туда. На сцене находиться круто, приятно, особенно в таком хорошем коллективе. Нам понравилось, как мы выступили. Нам судьи показывали класс, снимали нас. Номер было тяжело ставить. Там было очень много нюансов, которые надо было отработать и сделать все качественно, чтобы это смотрелось не только красиво, но и правильно в смысле вокала. На Эдельвейс хочется возвращаться. Мария Константинова участвовала в конкурсе в прошлые годы. В этот раз ее пригласили выступить на галоконцерте, пока члены жюри подводят итоги. Это один из моих самых любимых вокальных конкурсов. И, не знаю, я когда захожу в Дом культуры, у меня какая-то такая атмосфера. Я не знаю, как ее передать, но вот такая какая-то уютная атмосфера складывается. И мне очень приятно выступать на этой сцене. Она мне уже какая-то прям родная. Каждый год фестиваль конкурса Эдельвейс, помимо призовых мест по возрастным категориям, выявляет победителей в разных номинациях. «Я и джаз», лучшая ретро-песня, «Консонанс» и «Голос сердца». Таким образом, практически каждый участник уходит победителем. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин